Так, друзья, всем привет! Всем отличного настроения! Пока нам дает погода добро, мы продолжаем потихонечку строить бар на размером 6 на 8,5. Сегодня у нас будет этап, это утепление. То есть, чтобы нам, скажем, смоделировать сразу два направления объема работ. То есть, если погода хорошая дает добро, мы лупим фасад. Если погода, как вот, допустим, сегодня, буквально полчаса назад, шел снег с дождем, даже ледяной дождь, то мы могли работать внутри. Сегодня мы начинаем подготавливать утепление дома, именно пола. Давайте для начала вам покажу, что у нас внутри. Сейчас я прорезал такие окошечки, чтобы дать больше света вовнутрь. В дальнейшем я закатаю в прозрачную пленочку, купил самую дешевую, огородную, чтобы можно было ковыряться внутри. Итак, по полу у нас использованы лаги пола с высотой 200 мм. То есть, у нас будет пол утеплен в 200. Утеплять мы будем минеральной плитой, это УРСА. У нее ширина 610, проем у нас сделан 590. То есть, полтора-два сантима идет на ужатие. Также, обращаю внимание, сразу утеплять можно соточкой. Уложили первый слой, вторым слоем делаем перехлест, чтобы у нас швы перекрывались. Это обязательно. В дальнейшем все покажу ближе. Пару моментов. На этот дом, по расчетам, уходит где-то 60 кубов утеплителя. И сразу хочу, скажем так, сказать свое мнение со стороны строителя. За моей спиной лежит вот тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть упаковочек. И вон там две. Это примерно 60 кубов утеплителя. Машинка сюда, к сожалению, не смогла заехать. Поэтому все пришлось таранить на своем прицепе в четыре ходки. И тут есть отличный плюс. Ребята, вот кто производит утеплитель. У нас тут курса Тера 34 АПН. Блин, вы красавцы. Они настолько сжимают утеплитель, что одна вот эта упаковочка, это почти семь с половиной кубов утеплителя. То есть, если ее сейчас распаковать, она просто расползется. То есть, компактность, габаритность и экономичность. То есть, экономим денежку на перевозке. То есть, заказывая машинку, мы можем привезти сразу весь объем на дом и хорошо на этом сэкономить. Утеплитель мы тут используем по толщине двух направлений. Это 100 миллиметров пойдут полы в два слоя, стропила в два слоя и стеночка в один слой. И также есть полтинник. То есть, полтинник вон там дальше лежит. Это у нас на стены, потому что стены у нас 150 в доме. Ну и где-то у Косины есть, допустим, в межкомнатных стенках. То есть, тоже там пойдет полтинничек. Частовой размер официальный 610 на метр 250, то есть, 1250. То есть, лямбда 0034, то есть, негорючий материал. Утеплитель сам по себе хорошо себя зарекомендовал по рынку. Потому что, кто не знает, утеплитель вообще считать надо в кубах. То есть, ни в коем случае никогда не считайте в пачках. Там сколько стоит пачка. Делайте расчет в кубах. И вы удивитесь, что вот такой утеплитель в кубах идет по рынку по хорошей цене. То есть, ну и плюс с ним работать приятно. Это минеральная плита. Ты не плюешься, не чешешься. Его можно использовать повторно, если неправильно встал в стеночку. В общем, кому интересно, ссылочку оставлю в описании, поузнаете. Ну а мы потихоньку затягиваем утеплитель в дом. Сейчас сразу две пачечки забьем туда. И будем приступать работать. Вам желаю приятного просмотра. И если хотите видеть контент в первую очередь быстрее всех, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Там уже это все есть. Поехали работать. Пока у нас еще светло. Их не еще упаковочка. Плюс в том, что все равно, видите, валит снег, наваливает. А все плотненько. Упаковочки загерметизированы. И даже можно не счищать его. То есть нам достаточно прорезать. Распленочка. И вот тут вторая. И он там хорошо распушается. Пачка почти один куб. 0,915. То есть в одной пачке почти куб. Это классно. Компактность бешеная. Убай! 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 Давай, давай, распечатывай Компанию Так, давайте объясню базу, как правильно утеплять Пачка сама распаковалась, вот так он распушается То есть вот такая минералочка В чем плюс минерального утеплителя Его можно вот так в бублик хоть сложить Смотрите, какая пружинность То есть обалденно Плюс армирующая сеточка есть Вот видите, то есть если его ставить даже в стеночку Он держится на пару уголках, все, он не падает Вообще кайф Так, начинать будем с пола Сейчас базовые элементы, потом поставим таймлапс И полетели У нас есть кусочек утеплителя Загоняем его до конца И хорошенько укладываем И хорошенько укладываем Обязательно проверяем, чтобы утеплитель до конца дошел Чтобы не было никаких мостов холода Сюда добавляем кусочек Все в реальном времени Так, резать, конечно, можно по рулетке, по правилу Но если у вас глаз алмаз, рука набита То можете, как я Вот тут есть полоски По ним очень удобно ориентироваться Уложили один слой Дальше у нас идет нахлёст Делаем в обратной последовательности Можно нахлёст перекрыть получше Вот таким методом Использовать резанный кусок Закладываем Красота Дальше загоняем сюда Проверяем Чтоб все по феншую было Использовать резанный кусочек что все было плотненько и красиво готов один пролет и полетели в таком ключе дальше обязательно делаем перехлёст чтобы не было стык в стык а дальше делать техники если у вас правильно расположение лак везде 590 то все будет шикарно и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ставьте лайки, пишите комменты В следующем ролике будем уже делать пароизоляцию Обрешетку и даже может закатаем все в черновой пол Вам желаю хорошего настроения Не забывайте подписываться на телеграм канал Там все увидите намного быстрее Всем пока-пока